Первое, на что обратил внимание Вячеслав Наговицын, это на перечень жизненно важных препаратов, которые в обязательном порядке должны присутствовать на прилавках каждой аптеки. В этот список на сегодня входит 646 международных лекарственных средств. И, к удивлению главы республики, в некоторых точках этот список был значительно выше. Скажите, сколько у вас лекарств по жизненно важным показаниям здесь сейчас? Сейчас, да, в случае здесь в аптеке 811 жизненно важных. По перечню? По МНН. По МНН. Должно быть 646. Торговых 3-400. Наряду с увеличением количества необходимых лекарственных препаратов, по поручению Вячеслава Наговицына, Минздрав Бурятии разработал план мероприятий по созданию сети государственных аптечных пунктов и аптек при медучреждениях республики. Создана дорожная карта. В прошлом году мы начали работать по этой дорожной карте, открыв две дополнительные аптечные, две аптеки. Плюс к этому и открыли около 11 аптечных пунктов в районах республики, так и в городе Улам-Одэ. В этом году мы будем расширять такую сеть, открыть аптечных пунктов, чтобы была доступность. Глава Бурятии положительно оценил и выполнение своего поручения о создании электронного сервиса для населения, или так называемых инфоматов. Министерством здравоохранения республики разработана справочная система «Медлег». Она позволяет покупателям найти нужный товар и посмотреть его цену, выбрать аптеку, где этот товар продается дешевле, и даже проверить лекарства на брак. А главное, этим сервисом можно воспользоваться, не выходя из дома, посетив сайт medleg.info. Пока 11 аптек государственных, те, которые в единую сеть созданы, можно зайти с любой точки, с любой государственной аптеки и посмотреть все 11 аптек. Надо сюда частников включить. Вот я поставил сегодня задачу, чтобы частников завести в эту систему обязательно. Ну и обязательное условие, конечно же, это чтобы через инфомат можно было послать нам сигнал. Человек должен иметь право сразу же нам дать сигнал и сигнализировать о том, что лекарств нет. Стоит отметить, что в этом году республика выделила почти 200 миллионов рублей на закупку лекарственных средств для лечения больных, страдающих орфанными, то есть редкими заболеваниями. В прошлом году для льготной продажи таких препаратов был открыт аптечный пункт при республиканской больнице имени Симашко. Кроме прочего, Бурятия вошла в десятку регионов с низкими ценами на лекарства. Руслан Батуев, Вячеслав Батуев, Открытая Бурятия.